Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне состоялся мужской приход. Пришли новые участники. Это Сергей из Владивостока, он спортсмен и шеф-повар. Он пришел к Тане Кузнецовой, а на кастинге он осыпал ее цветами. Новенький роман пришел к Саше Харитоновой. Илья Ебаров снова в активном поиске. Он объявил личный кастинг. «Ребята, мое сердце снова свободно. Если тебе до 30, ты достойная, умная, семейная, грамотная и хочешь хороших отношений тебе ко мне. Мне не нужна звезда, мне нужна домохозяйка». В гости на проект заезжал Илья Григоренко. И все решили, что это не случайно. Саша Гозиас и Костя Иванов по дороге с Сейшел на поляну помирились. Так что, скорее всего, их недолгое расставание – это просто повод, который придумали организаторы, чтобы вернуть пару на поляну. Гозиас пишет «И как ни крути Костя, но никуда уже не сбежать друг от друга». Оля Рапунцель совсем не рада за своего парня Диму Дмитренко, что он будет пробоваться на роль в фильме режиссера Астрахана. Рапунцель пишет «Я не хочу, чтобы Дима улетал в Москву на пробы, не хочу его отпускать и не хочу улетать с острова любви. Дима меня использует, он меня не любит, карьера для него важнее». Руслана Мишина с Колей Должанским летят на Сейшелы. Руслана написала, что половину полета они болтали с Колей обо всем, видимо соскучились в разлуке, и время в его компании летит незаметно. Глеб Жемчугов раскрыл секрет Саше Артемовой. У нее так часто бывает плохое настроение, потому что она хочет замуж за Женю Кузина. А сам Кузин не торопится направлять свою энергию в брачное русло. В своем видеоблоке он говорит «Да какая свадьба, пока у меня нет квартиры». Вика Романец окончательно восстановилась после травмы ноги. Она занялась танцами. Наталья Бичан учит ее вальсу, а также Вика готовит сольный номер с Денисом. Романец написала, «Мои первые впечатления не передать словами. Это настолько приятная усталость. Я уверена, вам понравится Денис, он превосходен в своем деле. Ждите от нас фурор». Ксения Бородина отметила 4 месяца со дня рождения младшей дочки Теи. Ксюша написала, «Моя зайка, с каждым днем ты радуешь нас все больше и больше. Ты маленькое счастье». Поздравляем Ксюшу. Татьяна Владимировна сидит дома с распухшим после неудачных косметических процедур лицом. И даром она времени не теряет. Она расхваливает подписчикам школу женственности Марины Африкантовой. Она пишет, «Такие занятия полезные там проходят. Я сама слушала несколько раз. Очень полезно. А вы говорите, Марина ничем не занимается». Также Татьяна Владимировна рассказала о том, что ее старший сын в восторге от Саши Гозиас. Сыночку старшего понравилась Саша Гозиас. Он всегда переживает, что она плачет. Хочет прийти к ней и успокоить. Саша Каритонова была с Владом Малевановым на свидании под названием «Ночь откровений». Девушке очень понравилось. Как вы помните, Лиза Шароха исполнила свою давнюю мечту и вставила в грудь с силиконовой имплантой. Она теперь очень много фотографируется, любуется собой. Но поклонники, в отличие от Лизы, не испытали от увиденного никакого восторга. Они пишут, что грудь Шарохи выглядит ненатурально. Видимо, ей неудачно провели операцию, и поэтому грудь у нее начинается сразу в районе ключиц. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!